приветствую всех с вами хул дыма мы продолжаем проходить игру токи-доки плюс продолжаем наши долгие тернистые погружение в токи-доки плюс и все ближе мы подходим финалу сейчас наша цель это последние пройти последние несколько сценариев это рефлексия и любовь к себе так сейчас будет имена взаимоотношениях юрии моники кстати говоря это довольно интересно если я взаимоотношениях юри саюри на суки более-менее понятно и моники тоже саюри то вот их именно сюжета дым будут очень довольно таки интересные да все они интересны но мне вот интересно по поводу рефлексии платье погнали начать дополнительный сюжет голу так все в порядке так чисто проверка нормально я продолжаю я тебя не отвлекаю что нет хорошо просто уточнила у тебя сложно сказать ты словно отключаешься от мира когда читаешь и мне боязно тебя отвлекать но клубе всегда готова к тому что меня в любой момент могут оторвать меня это бесит только когда я стою остаюсь остаюсь одна логично ну да раз уж ты пришла в клуб значит какой то степени готова общаться с людьми хотя тебе и требуется иной раз немного подстегнуть мне даже нравится общаться если инициативу берут на себя другие полезно иногда вылазить из своего кокона сложно бывает в основном если никого не знаю или если народ слишком много если народа слишком много а еще когда приходится общаться с людьми глупее меня юрий бросает взгляд на сайори и нацу сайори запрокинула голову и ловит ртом кусочки печенье которые на суки подбрасывает воздух правда большая часть отскакивает и падает на пол поле мило может может мне вмешаться не надо это было не надо это было последняя печенька только продукт или его только продукт переводит здорово что они сдружились то я так рада у сайори определенно к этому талант но вообще они обе одинаково энергичные вот у них все и срослось да да если вдуматься нам с тобой не часто удается поговорить с глазу на глаз а хотя конечно это я виновата и ведь по должности положено активнее общаться с членами клуба нет что ты все дела скорее в моей привычки и привлекать к тебе внимание так что мы обе хороши я по крайней мере точно могла бы активнее стремиться к общению ага а чем ты занимаешься в обеденный перерыв болтаешься с друзьями болтаешь с друзьями я просто читаю но мне так нравится приятно окунуться в хорошую книгу после утренних уроков а ты только в фэнтези читаешь о нет не только ну то есть в последнее время да но это потому что я принято принялась за длинную серию мне еще две книги после этой ну да учитывая сколько ты читаешь толстые книги из тебя самое твое фэнтези конечно мой любимый жанр но в остальном я почти всеядно ладно чтобы в книге была глубина и зрели и зрелость правда а что и даже любовные романы читаешь но есть много хороших книг с элементами романтики да ладно тебе юрий даже понимаешь о чем я моника переходит наш опыт это моя тайная слабость так что мне сможешь признаться я никому не скажу ну разве что в средней школе мне тогда было очень одиноко и люди часто меня обижали вот я и как-то в общем ох нет и заставляй меня это вспоминать кх извини не просто было очень любопытно знаешь а давай вместе выберем и почитаем любимый романтик любовный романчик будет весело ни за что да даже если это остается останется между нами предложи кому-нибудь у кого совсем стыда нет например на цуке угою прости я не это имела в виду боже мой серьезно когда мы появились но понятки они уже были немножко так скажем такие хотя не они не были испорчен имеется ввиду не были такие резкие выражения у юри появились только к того когда она начала говорится лететь немножко с катушек а сейчас она прям рубит правду матку хотя как половину только правда конечно то что через чур как-то жестко по отношению к нацуки да ничего я сама виновата и надо было на тебя давить у меня тоже в прошлом было всякое такое что я не хотела бы пережить заново нет ничего страшнее страшного если какие-то вещи с возрастом остаются в тебе менее становится и менее интересно это со всеми случается к примеру любовь нацуки к манге упоминает и о том как я фан фанатела по какой по каким-то вещам раньше скорее всего она свою манку тоже рано или поздно перерастет и вы там обо мне говорите что ли нет вопрос мы говорили о том как со временем меняются вкусы когда ты стал когда ты стал увлекаться мангой ацуки м пару лет назад наверное я и до этого ее почитывала но так не очень активно серьезно а что тебе подтолкнула что тебя подтолкнула даже не знаю наверное дай-ка вспомнить кажется это случилось когда я нашла серию которая мне прямо очень зашла меня тогда все бесило я злилась а потом наткнулась на мангу которая оказалась мне очень близко фаза такая была когда я всех ненавидела просто хотела найти себе найти себя ха 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 прямо как юри моника ха ха извини это вообще не в ту степь но все равно знаешь очень здорово что вы оба нашли то что вам по душе и хотя увлечение у вас совсем разные свою задачу они выполнили помогли вам справиться с их кризисом ну да слушай слушай серьезно эта книга еще толще той что ты читала в прошлый раз эта книга еще толще той что ты читала в прошлый раз но строго говоря строго говоря да да она длиннее но только самую малость интересно какой высоты получилось бы стопка если сложить всю серию нацуки вытягивают руки над головой демонстрирует воображаемую книжную башню надо будет купить то серию манги из 50 томов и говорит что я прочитала больше тебя ха ха жаль денег не хватит это не считается твоих книжках всего по несколько слов на страницу знаю я так шучу я бы не смогла читать твои книги для меня они слишком скучные юрий бросает предостерегающий взгляд на нацуки дожди как это дать почитаем предостерегающий взгляд на нацуки сейчас съест ее с потрохами это вовсе не скучно но не кипятись я же про себя говорю а не про тебя может у тебя быть может у тебя может у меня быть свое мнение для твоим для твои опять ошибки в тексте мать его идти даже не я блин каверку слова своим языком а он блин исковерканный ядрить мадрид до сих пор сколько раз были я не захожу мне все равно каждый раз когда я возвращаюсь меня подбамбливает что такая ну улучшенная версия у нее прям перевод с ошибками ну и богу сальва то еще такое да твои книжки для меня твои книжки сель из сильно за у за умные сайори сайори ты что сыпала ешь подожди идеально ну сайори как всегда как гадость какая и забудь помыть руки перед тем как трогать мои книги у меня руки чистые у меня руки чистые так ведь так иди и вымой грязь никуда не делась даже если ты ее не видишь ладно сайори устремилась к двери отсуги следует за ней юрия ты расстроилась как она смеет называть мои книжки скучными но она же уточнила неважно это прозвучало так снисходительно не хочет пусть не считает ее тело я уже поняла что такие увлечения не для всех но она прекрасно знает как много это для меня значит и уже не нельзя остаться оставить меня в покое обязательно сообщать что есть так и не нравится мне очень жаль юри может ты и права люди часто испытывают сильные чувства по поводу того что им нравится что нет особенно в литературных литературном клубе так что мне нужно научиться модерировать дискуссию чтобы сохранять позитивный настрой слову я всегда впечатляло то как написаны твои книги них столько новых идей а ты как так быстро все это а ты так быстро это все усваиваешь спасибо ладно над этим мне еще предстоит подумать уверенно я еще помогу нацуки найти с с тобой общий язык это не обязательно и достаточно чтобы меня уважали ну или так в любом случае я приложу все усилы а я вот насчет нацуки сомневаюсь и верю тебе моника но тем не менее фуф я чуть не подумал думал сейчас нормально так быстренько быстренько так мы пролетим все не повезло ну что друзья сегодня у нас особая встреча как вы знаете наш клуб это место куда мы приходим делиться тем что мы по-настоящему любим и это значит что мы должны бережно относиться к чувствам других мне кажется что наши различия могут всем нам пойти на пользу а ты не слишком драматизируешь для меня это очень важно для меня это очень важно ладно извини мне показалось что меня в чем-то обвиняют нет и никого ни в чем не не обвиняю извини если так прозвучало так продолжаем но наша вчера но наша вчерашняя беседа заставила меня задуматься о силе слова и я решила что нам будет лучше это обсудить не находите я знаю что мы будем регулярно не совпадать во мнениях по разным вопросам и для меня очень важно чтобы в клубе оставалась хорошая теплая атмосфера как скажешь ага вообще язык это такая крутая штука он дает нам возможность одну и ту же идею или эмоцию выражать множеством различных способов и в наших силах повлиять на то как будет чувствовать себя собеседник когда мы донесем до него свою мысль это работает с поэзией и с прозой с обычными разговоры чем угодно ну вот например за юри как какая твоя любимая хита хэм она у меня распределена по категориям начнем начнем с перекусов или ты про полноценную еду завтраки считаются да ладно а ягоды какие больше всего любишь саюри очень серьезно в том что касается еды проглотит а это просто вишню кстати говоря солидарен вишню молок ой блин сейчас бы блин огромная ветерка вишенки вымыть и нормально всю ее умять за день правда о мерзость какая у меня а меня тошнит от нее чего весь не очень вкусно я как-то мямец как-то эмоционально отреагировала у меня просто в голове не укладывается как кто-то может считать вишню мерзкой что ты сейчас чувствуешь не знаю грусть может тебе захотелось защититься ага определенно видишь такая сильная реакция у тебя не потому что я не люблю вишни все потому что ты почувствовала почувствовала я спариваю твои мнения но это же странно нет вкус вещь абсолютно субъективная да но когда я говорю слово мерзость я использую оценочное суждение я против поставляю реальности саюри где вишню где вкусная свою реальность которой вишня мерзкая так подожди ка почему это оценочное суждение если ты просто выражаешь свое личное мнение все дело в том как наш мозг воспринимает слова ты говоришь о вишнях они о своих чувствах к ним вот например саюри давай отмотаем разговоры сделаем вид что я не говорила тебе что считаю вишню мерзкой хорошо что если вместо этого я скажу я ее попробовала но мне что-то не зашло вкус не понравился так это нормально только не называй ее мерзкой мерзкое это мерзкое слово ну логично хорошо в общем вишня конечно так себе пример но показывает в чем суть но отчасти это правда если ты не хочешь хочешь высказать свое мнение но никого не задеть и либо нужно прям как говорится вместе со своим утверждением добавить уточнение сразу же чтобы ну прям сразу затушить возможную недовольство которое может появиться у того кто твое мнение услышит ну или же опять-таки выбрать более подходящие слова язык страшное оружие смотрите в этот раз вместо того чтобы ругать и вишня я говорила о своих чувствах и саюри не ушла в оборону а мы не паса и мы не поссорились а просто поговорили о наших различиях юрий тебе не обязательно конспектировать юрий тебя не обязательно конспектировать я не собираюсь принимать я не собираюсь принимать у вас зачет я знаю я просто эм извини извини я не хотел тебя отдергивать делать так как считаешь нужно может кто-нибудь хочет что-то сказать по этому поводу да не честно говоря вовсе не хочется постоянно фильтровать то что я говорю чтобы ненароком не задеть чьи-то чувства а это и не обязательно ты сама решаешь как тебе общаться с другими людьми я просто предлагаю аргумент который поможет нам не 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 циклиться на различиях а нормально обсуждать их зацикливаться скорее всего верно саюри как скажешь и вишни вишни ненавист не за да ну тебя дожди дает саюри я вообще люблю вишню и сказала это только для примера чего раз развела меня как ребенка ха 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 прости саюри я готовила я готова загладить вину как насчет вишневого мороженого в таком случае можешь разводить меня сколько угодно госпожа президент платить своим подданным за верность как это низко ой будет ты будто ты сама откажешься от бесплатного мороженого юри юри я помню как ты умирала уминала пироженки которые я прыгаю притаска притаскивала на той неделе это же не то то есть я просто защиталась и не обратила внимание сколько съела так перестаньте мы отошли от темы и так сути вопроса разобрались с сутью вопроса разобрались я предлагаю опробовать этот метод на чем-то что относится к нашему клубу например на манге давайте приведем конструктивную дискуссию о наших различиях в этом вопросе юрий хочешь начать но нет я бы не хотела а почему потому что я не вижу как из этого может выйти хоть какой-то конструктив мы опять поссоримся нет все будет хорошо я прослежу давайте обсудим все спокойно и взвешено да попробую попробовать хоть немного в меня да попробуйте хоть немного в меня поверить я не ребенок не стоит так относиться к моим чувствам и вообще я считаю что говорить то что думаешь это признак уважения к собеседнику уважение в этих словах юрий меняется в лице моника вспоминает что для нее это принципиальный вопрос так вообще-то я не совсем это задумывала ничего страшного в общем ничего личного ты имеешь право любить все что тебя захочется просто я предпочитаю тексты в которых из глубина и нюансы люблю чтобы книга удораживала воображение чтобы сюжет был закручен на нескольку на нескольких уровнях а ну значит мы просто друг друга не поняли я думал ты сейчас скажу что манга это для детей или что-то такое как будто я мало того наслушалась за свою жизнь но манга бывает очень глубокой я в курсе спасибо я довольно много ее читала когда младше было что ты серьезно а что же мне ничего низка не сказала а что же мне ничего не сказала потому что я ее переросла и предпочитаю к ней не возвращаться сейчас меня интересуют более зрелые вещи блин юрий ну блин ты почти это опять наступил на тоже имена надо было перефразировать сказала бы что мои мои взгляды изменились со временем мои взгляды изменились и я отошла от манги вот нейтральник и красиво все она тоже имена вступила эй притормози так подождите можно я вас перри прерву давайте попробуем говорить только о собственном восприятии потому что если сказать что манга чтивы для незрелых выходит мангу читают не зрелые люди мангу читают не зрелые люди я ясно мы застряли ну осуждать других людей за то что у них вкус от твоих отличаются это тоже не особенно зрело нацуки здесь у нас все достаточно здесь у нас все достаточно зрелые я читаю мангу нацуки и фэнтези юри мне нравится это и то и другое каждая по-своему ладно ладно круто что тебе нравится но я все равно считаю эти книжки скучными скучно это оценочное суждение хорошо мне это читать скучно лично мне так не оценочно но дело в том что господи какой бред понимаете теперь почему я не хотела в этом участвовать я же знала от этого разговора все только расстроиться я не расстроилась как я уже сказала мне плевать что думают другие я всегда подозревала что ты меня презираешь рада что мои подозрения подтвердились неправда ты меня ты на меня наговариваешь конечно я начинаю защищаться ведь то что люблю я вообще никто не уважает а презираю я только людей которые смеются надо мной из-за того что что я стараюсь быть собой заниматься своими делами чего ты в зеркало-то смотри смотрелась сначала называешь мои увлечения незрелыми а потом говоришь об уважении но но ты не можешь пожалуйста перестаньте пожалуйста ведь сама самом деле ничего этого не думаете давайте жить дружно как говорил к только кот леопольд на немного передохнуть а то у меня уже немножко уже голос потихоньку я уже уставать начинаю потихоньку 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 со мной попиваем и наслаждаемся ух я не хотела чтобы это случилось тем не менее оно случилось так что следующий раз лучше и пытайся решать чужие проблемы хорошо от слов юри в комнате повисла гнетущая тишина она собирает вещи и уходит обалдеть никогда от нее ничего подобного не слышала вот приплеку припекло то человека но ты тоже не очень по-доброму поступила точнее так давайте я немножко изменю интонацию то не схожи никогда от нее ничего подобного не слышала вот приплекло то человека да я делаю и более мужской голос специально но ты тоже не очень по-доброму поступила прямо с прямо скажем прямо скажем как это вообще произошло это я виновата юрий вообще-то права и надо было мне лезть все равно я конфликты разры разрешать не умею такая турист моей стороны никто ни в чем не виноват и это не было глупо вы все в клубе хорошие люди никто такого не ожидал просто мы с трепетом относимся к вещам которые по-настоящему любим но сказать по правде она сама нарвалась я же говорю не пофигу если кому-то не нравится манга но презирать людей за любовь к ней да именно это я и пыталась донести речь не в том чтобы подслушивать подслащивать пилюлю о том что нужно признавать и понимать наши различия да но тут смотри какое дело юрий ведь и вправду меня презирает а дело тут вовсе не выборе слов в общем я понимаю что ты пытаешься сделать но мне все равно кажется что проблема в ней они формулировках понимаешь я хочу сказать юрий не такая она гораздо более милая чем кажется я уверенна она еще это обдумает и остальным неплохо бы последовать ее примеру ну тут конечно оптимизма честно говоря тут отчасти на суки получается права по ее мыслям она не презирает нацуки и там сайори и т.д. а просто она просто не воспринимает их зрелыми реально зрелыми на считает их за детей а это реально крайне болезненно это даже отчасти хуже когда тебя придет но на уровне презрения все будет хорошо я что-нибудь придумаю да я как-то на автомате это сказала сейчас опять дров наломаю моник ты вообще ни при чем не ты вообще ни при чем ты вообще ни в чем не виновата не надо так себя грызть а по мне хорошо что правда наконец скрылась потому что теперь я могу забыть об этом и продолжить жить но все нормально честное слово давайте просто выкинем это из головы ага вообще это хорошая возможность почитать мангу они страдать при этом от высокомерия юри не надо так я готова общаться читать мангу все что захоть все что захочешь но не надо говорить гадости про моих друзей ладно извини мне просто горько все будет хорошо ну то есть у меня нет готового решения но по крайней мере я знаю что мы все хорошие люди и не хотели причинять друг другу боль это нам всем послужит уроком но чтобы моника не говорила по ее тону сразу ясно насколько она беспокоит рано или поздно это должно было случиться а суки юрий никогда особенно не лати теперь понятно почему за юрий на суки зарылись в мангу чтобы хоть немного отвлечься о них к тихо вздыхает не в силах отогнать тревожные мысли неужели придется смириться с тем что некоторые члены клуба никогда не смогут жить друг с другом моника отказывается это признавать так же как и саюри но сейчас она не видит выхода из сложившейся ситуации это конец да отличненько пробежались первую часть часть и часто прям приятненько но честно реально приятная такая эти эти дополнения хорошие вот серьезно если не брать в момент то что мы это немножко оскорбительно что так что так подготовились что так много ошибок в тексте а так все довольно нормально и хорошо приятно немножко так скажем зарыться в душу наших персонажей интересно что будет дальше ну и как обычно 30 минут приятно поправьте эти сюжеты если я довольно так бодренькие читаю довольно быстро без особых ошибок и слишком долго не рассуждаю на 30 минут уложились он нормально добьем значит еще думаю еще выпуск добьем следующем выпуске мы добьем рефлексию рефлексию а потом уже и любовь к себе и тем самым нам останется только расшифровать наши дорогие файлы а ваге в этот в ддлс играть вы этом вы имеется ввиду хотя не или мы играли вот не помню я вот не помню мы играли в нее или не играли вы доки доки плюс кажись играли да 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 кажись я начал проходить игру как раз таки когда когда вышла до токи доки доки плюс а то что-то у меня память уже немножко сбоит ладно надеюсь вам понравилось ставьте лайки или дизлайки пишите комментарии говорить свое мнение буду рад очень с вами поболтать загадите в описании то будет ссылочка на моде на мой дискорд сервер и на рутуб канал это так на всякий пожарный если какая-то фигня случится с youtube мало ли и еще ссылочка кстати говоря на крайне хорошего человека на магазин так скажем на его группу вконтакте которая в которой он придает услуги по созданию а шапочек и шапочек и своих именно профилей для канала так вызову недорого кстати говоря не да это и недорого и постарается сделать все максимально хорошо и и подходящие под ваши стандарты на вот он сделала наш сейчас не логотипчик и сейчас не логотипчик и шапочку и не забывайте жать на кнопочку писаться на колокольчик такое новых и видео узнаете помните нашу малин нашу большую и крепкую семью так еще и меня промотивируйте постараться больше выпускать выпускать контент выпускать больше контента и возможно это меня также промотивирует запустить раньше может времени все-таки запланированного некоторые другие прохождения которые у меня припрятаны в рукаве спасибо вам за просмотр и скоро увидимся в следующих сериях доки чей